Здравствуйте, дорогие телезрители. Это программа прямой эфир в студии Ирины Кузиной. Сегодня мы пригласили к нам заместителя главного врача областного наркодиспансера, кандидата медицинских наук Вадима Кочегурова. Здравствуйте, Вадим Вадимович. Тема нашей программы связана с профилактикой употребления наркотиков в Тверской области. Тема очень сложная, но очень важная. Давайте для начала определимся, какая сегодня складывается ситуация. Посмотрим на цифры, о чем они говорят. В 2021 году диагноз наркомания был установлен 1358 жителям Тверской области. Это больше на 3%, чем в 2020 году, но это меньше, чем было 5 лет назад и 10 лет назад. И это традиционно меньше, чем среднероссийский уровень распространенности наркомании. Как Вы думаете, вот эта статистика, она официальная, но ведь существует еще и неофициальная? Если мы будем... Всегда ли люди обращаются с этой проблемой? К сожалению, да. Болезнь сама имеет такое свойство, что у человека уменьшаются критические способности, интеллект. Он не замечает, что он нуждается в помощи, не хочет прекращать употребление наркотиков. И поэтому обращается к врачу на запущенных стадиях болезни или вообще не обращается. Поэтому понятие латентной заболеваемости, оно, естественно, существует. И рассчитаны коэффициенты, которые позволяют оценить распространенность наркомании, реальной наркомании в популяции. Это коэффициент 5-10, то есть надо умножить цифры официальной статистики в 5-10 раз, чтобы получить представление о реальной ситуации. Тогда огромная роль возложена и на семью, и на систему образования, и, конечно, на государство. Возможно, вы расскажете нашим телезрителям о том, какие сегодня реализуются программы, и насколько они, с вашей точки зрения, как медика, эффективны. Сейчас в Турской области реализуется большое количество программ, и в основу их положен межведомственный подход. Вот задействованы самые разные службы, ведомства, специалиста. Перечислю несколько программ. Это обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. Это план мероприятий реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. И комплекс мероприятий, направленных на укрепление наркологической службы Российской Федерации и повышение эффективности ее функционирования. Это план мероприятий по реализации концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних в Тверской области. Это региональная программа здравоохранения Тверской области. И концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде. Кроме того, дважды в год проходят мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». И реализуются мероприятия в рамках антинаркотического месячника. — Ну, оценку какую-то можете дать? Насколько они эффективны? — Вы знаете, как работа со спросом, она достаточно сложная работа. Это кропотливая работа, а эффективность которой можно оценить на достаточно больших промежутках времени. Когда мы оцениваем результаты работы за 5, за 10 лет, за 20 лет. И такие оценки проводятся и свидетельствуют о том, что распространенность наркомании среди несовершеннолетних уменьшилась по сравнению с периодом 10-летней давности. Распространенность наркомании по цифрам медицинской статистики также уменьшается и среди взрослого населения. Увеличивается доля больных, которые достигают стойкой ремиссии. Огромное количество мероприятий проводится со специалистами, которые работают с детьми и молодежью, и с родителями. То есть все эти программы, они нацелены на разные аудитории, не только на детей и молодежь. — Но ведь, Вадим Вадимович, подход не должен быть формальным в этих программах, потому что в первую очередь, если мы говорим, например, о подрастающем поколении, то они не любят, когда с ними разговаривают менторским тоном или говорят, как нужно поступать. Вы, как медик, можете порекомендовать, как лучше это делать? — Конечно, давно известно, что наиболее эффективно в работе с детьми и молодежью интерактивное мероприятие, когда используется обратная связь, работа с небольшими группами. Важно большое внимание уделять тренинговым программам с ролевыми играми, где будет происходить не просто передача какой-то важной информации, которая может быть кем-то не услышана, кем-то не усвоена, а будет производиться в игровой форме наработка полезных навыков, которые можно использовать в жизни. Как отказаться от неприемлемого поведения, как лучше общаться с другими людьми, как правильно поставить себя, чтобы тебя услышали и уважали. И такая работа должна проводиться, естественно, квалифицированными специалистами. Это, прежде всего, школьные психологи, клинические психологи. И важно, чтобы в профилактических программах этому уделялось большое внимание. И когда работает педагог или другие специалисты, также важно не злоупотреблять монологами, не злоупотреблять чтением морали, как вы сказали. У нас есть возможность такая, поскольку в областной столице Тверской медицинский университет работает, есть волонтеры. Вот до начала программы вы немного коснулись этой темы, мне очень стало интересно, что делают наши студенты, как они стараются помочь в этом вопросе, потому что работа-то все-таки на общественных началах, волонтерская. Сейчас все больше и больше популярность приобретает волонтерское движение. И, конечно, это дает возможность привлекать волонтеров и в профилактическую работу. И такие наработки есть и у медицинского университета, где много лет функционирует проект «Наркобезопасность». И такая работа проводится и в наркодиспансере. Функционирует школа волонтеров, которая готовит ребят, которые будут непосредственно сами организовывать и проводить профилактические мероприятия в своей среде. Будут реализовывать принцип равный равному. И в этой работе участвуют не только студенты-медики, но мы активно сотрудничаем и со студентами колледжей города Твери, и с различными школами. Больше того, у нас есть возможность с помощью Комитета по делам молодежи выезжать в районные центры, в города Тверской области, где такая работа осуществляется непосредственно в учебных заведениях. Тогда какую роль, как мы уже в начале нашей программы сказали, играет в этом во всем процессе семья? Конечно, роль семьи трудно переоценить в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ. Семья – это институт, в котором происходит социализация человека. Усваиваются основные жизненные принципы, основные установки, в том числе и по отношению к психоактивным веществам. И здесь нужно помнить, что самым важным остается личный пример родителей. То есть то, как они относятся к своему здоровью, то, как они относятся к употреблению психоактивных веществ, как они проводят свой досуг, какие ценности они ставят в приоритет. Только ли они посвящают себя материальным ценностям, достижениям материальным, или все-таки важное значение придают и духовным потребностям самих себя и своих детей. Поэтому то, как это происходит в семье, подсознательно или сознательно усваивается ребенком и становится ориентиром в дальнейшей его жизни. Еще один важный момент. Мы когда говорим про семью, как вы думаете, какие категории все-таки находятся в зоне риска? В отношении материального состояния семьи здесь никто не застрахован. Есть такое представление, что наркомания – это удел только каких-то маргинальных, криминальных и низкоэкономически обеспеченных семей. Это не так. В семьях с хорошим материальным достатком тоже встречается такая проблема. И в большей степени это связано с тем, что причины наркомании укоренятся в психологических проблемах, которые есть в семье. А за красивым фасадом, социальным красивым статусом, к сожалению, часто могут скрываться какие-то психологические проблемы. Поэтому очень важно, чтобы эти проблемы вовремя разрешались, решались, не передавались из поколения в поколение и не толкали членов семьи к употреблению психоактивных веществ. И самое главное, чтобы не замалчивались. А вот скажите мне, пожалуйста, у нас существуют такие телефоны доверия или комнаты, куда молодой человек или девушка могут прийти, рассказать о своих проблемах, коли им не могут, например, помочь в семье? Ну вот такое направление работы с населением, как телефоны доверия, это достаточно распространенная практика. Есть телефон поддержки на базе областного наркодиспансера 55-95-90. Есть телефон доверия на базе психонерологического диспансера, есть телефон доверия, уполномоченный по правам ребенка Тверской области, есть российские телефоны доверия для детей, для несовершеннолетних, по которым люди могут получить квалифицированную помощь специалистов, заявить о своей беде, понять, куда им нужно обратиться. Значит ли это, что это будет все конфиденциально? И что не выйдет за пределы, раз человек обращается с этой проблемой? Возможно, он не хочет, чтобы об этом знали. Ну, одно из преимуществ телефона доверия, что вы можете узнать интересующую вас информацию без предоставления своих личных данных. Многие, как сказать, не находят в себе смелости признаться о том, что это их проблема. Начинают рассказывать о проблемах их друзей, как бы, да, зашифровывая. Но неважно, каким образом человек получил полезную для себя информацию, главное, чтобы он ее получил. Но есть здесь проблема, которая сначала это вовлечение в употребление и взбыт. Я понимаю, что взбыт, это тоже как бы относится к этой категории. И что люди думают, что это их не коснется, что только они заработают на этом. Так ли это на самом деле? К сожалению, да, все больше случаев вовлечения в сбыт наркотиков и самих несовершеннолетних, да, и взрослых людей. И, к сожалению, здесь работает установка на быстрый доход без оценки последствий такой деятельности. А наше законодательство предусматривает очень строгую ответственность за любые операции, связанные с оборотом наркотиков. Поэтому, к сожалению, дети находятся здесь в группе риска, так как они недостаточно критичны, да, еще в силу своего возраста, достаточно внушаемы. И, к сожалению, для многих из них материальный статус является таким очень важным приоритетом в их жизни. Желание иметь дорогой телефон, дорогую одежду заставляет их совершать поступки, может быть, которых они потом в дальнейшем жалеют. Поэтому очень важно и семье, и школе настраивать ребенка на том, что не всегда существует возможность здесь, сейчас удовлетворить все свои желания, да, необходимо понимать, что для достижения каких-то важных жизненных целей приходится ежедневно вкладывать свои усилия. И вот это вот, хотелось бы, чтобы и средства массовой информации тоже подключились к этой работе, к тому, чтобы вот этот вот тьюминутный успех не был бы ориентиром в жизни молодого поколения. Я абсолютно с вами согласна. Вот когда мы с вами говорим о том, что нужно вовремя рассмотреть эту проблему, ее решить, может быть, вы расскажете и взрослым родителям, кто сейчас нас смотрит, на какие моменты нужно очень внимательно обратить внимание, когда надо бить тревогу. Потребление наркотиков и других психоактивных веществ, оно начинает сопровождаться определенными изменениями во внешности, изменениями в поведении человека, и, конечно, близкие, и педагоги в школе, и в других учебных заведениях, которые каждый день видят ученика, они могут заметить эти изменения. Очень важно о них помнить и в случае их выявления своевременно обращаться к медицинским работникам, не бояться этого делать, потому что гарантия хороших результатов – это раннее обращение, когда еще здоровье не сильно нарушено, еще не сильно нарушены социальные связи, интеллект человека. Могу перечислить эти изменения, которые должны вызвать тревогу. Это изменение настроения человека, изменение его активности без каких-либо понятных для этого причин. То человек чрезмерно активен, радостен, возбужден, то наоборот плаксив, санлив, тосклив и так далее. Часто ребенок начинает быть замкнут, лжив, не хочет знакомить с новыми знакомыми, с новыми друзьями, которые у него появляются старые друзья, уходят на второй план. Хобби, которое было до этого, и учеба, также перестают интересовать ребенка. Появляется прогулы в школе, снижается успеваемость, появляется пропажа ценных вещей из дома, появляются долги, кредиты. И также должно обратить внимание на себя внешность человека, который начинает приобретать признаки такого больного состояния. Серые кожные покровы, мешки под глазами, частые простудные заболевания. И инструментарии, которые можно найти в личных вещах человека, также может указывать на его потребление. То есть это те приспособления, с помощью которых человек либо изготавливает психоактивные вещества, либо их принимает. Это различные пипетки, мунштуки, зажигалки, различные пациллофановые пакетики с неизвестным содержимым порошкообразным или растительными компонентами. Это могут быть различные лекарственные препараты, тоже с известного или неизвестного назначения, но имеющиеся у человека без назначения доктора. На это нужно обратить внимание, конечно, шприцы, иглы и так далее. И признаки самого опьянения уже будут убедительно доказывать, что человек употребляет психоактивные вещества. Признаки наркотического опьянения очень напоминают алкогольные, но отсутствует запах алкоголя в выдыхаемом воздухе. А также, что нужно обратить внимание, на размер зрачков, цвет кожных покровов, координацию движений, четкость речи, темп речи. Все эти моменты, они, естественно, нарушаются в момент опьянения. И опьянение часто заканчивается сонливостью, сном. Также можно подтвердить употребление наркотиков путем исследования мочи на наркотические вещества, даже в домашних условиях. Сейчас в аптеках есть большой выбор иммуно-хроматографических тест-полосок для определения сразу нескольких видов наркотиков. И важно помнить, что наркотики выделяются достаточно быстро из организма, поэтому нужно успеть в течение двух-трех дней после такого момента, когда есть подозрение, что было употребление наркотиков, в этот период успеть провести такие анализы. К сожалению, не все наркотики одинаково хорошо выявляются с помощью этих тест-полосок, поэтому если подозрения имеются, лучше обратиться к врачу-наркологу, и как в Тверской столице, так и в районных центрах существуют наркологические кабинеты, где можно будет отобрать мочу и отправить в лабораторию наркодиспансера, который располагает очень сложными и информативными методами исследования, которые однозначно подтвердят или исключат наличие наркотического вещества. А вы еще говорили о том, что проводятся профилактические медицинские осмотры в учебных заведениях, насколько они эффективно демонстрируют по результатам, насколько быстро вы являете. И иногда родители говорят, что раньше такого не было, а сейчас вдруг какие-то медицинские осмотры, и не понимают, что это в принципе в большей степени в их пользу-то идет дело. Конечно, к сожалению, вот эта позиция родителей по неприятию и отказу от участия своих детей в профилактических осмотрах, она должна быть порицаема. Потому что в первую очередь эти осмотры направлены на выявление проблемы на самых ранних этапах развития. И такая работа, как профилактические осмотры, ведется в Тверской области уже с 2014 года. И охватываем мы около 10 тысяч учащихся и школ, и колледжей, и вузов области. И только первые годы были случаи, когда мы выявляли потребителей, а в остальные годы, слава богу, таких случаев не было. Но мы предполагаем, что среди тех, кто отказался или не явился на осмотр, есть такие лица. Поэтому мы получаем результаты такие достаточно косвенные. То есть должны вызывать внимание те учебные заведения, в которых большое количество отказов от участия в осмотре. Такое право имеет и сам несовершеннолетний с 15 лет, и родители. Если ребенку исполнилось с 13-14 лет, тогда решение принимают они и, к сожалению, не всегда разумно пользуются этим правом. И хотелось бы всех призвать, что такая работа направлена на помощь семье. Результаты осмотров являются врачебной тайной, и никакие личные данные не передаются ни школе, ни другим службам и ведомствам. Я благодарю вас за то, что вы к нам пришли в студию. Ответили на вопросы. И, возможно, многие люди получили консультацию важную. И приходите к нам еще. Будем вас приглашать. Спасибо. И говорите о профилактической работе. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Дорогие телезрители, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова